МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом Виктор Танких добавил решение губернатора. Понимает и принимает. Я считаю, губернатор поступил правильно. То, что творится в коллективе, за все разнесу ответственность я. Поэтому я этот удар принимаю и пошел отдыхать. В телефонном разговоре Виктор Танких не стал вдаваться в подробности, кто и за что так решил ему насолить. И только ли ему. Тем временем такими вопросами задаются и простые горожане. Строят теории и версии происходящего. Активно пишут на эту тему в комментариях к публикациям. И вот некоторые мнения. Обычный сатирический видос для корпоратива, чтобы на праздники было весело. Сотрудники готовят творческие номера. Обычное дело. Если бы это было видео для корпоратива, то с должности бы не сняли. Или просто давно хотели снять и посадить своего более удобного человека. И прицепились как к поводу. Какой тут ответ Ульяновску? Это круче, чем Ульяновск. Посмотрит президент. Это будет что-то. В справедливости ради стоит сказать, что свою оценку видеоролику и действиям на кадрах сотрудников Минлесхоза поспешили прокомментировать некоторые депутаты Госдумы. Кто-то с пониманием отнесся к видео для Капустника, отметив, что у чиновников есть проблемы с чувством меры. Некоторые же подошли к этому вопросу весьма серьезно, заявив, что материалы уже изучает Генеральная прокуратура и всех участников ролика надо наказать. В прокуратуре области рассказали, что к ним заявлений пока не поступало, но в самом фильме нарушений закона нет. Есть скорее вопросы морали. Тем временем в сети появилось новое видео, где тоже в главной роли человек очень похожий на Виктора Танких. Возможно, это тоже кадры еще одного корпоративного поздравления. О, это парниша не ко мне. В салоне сидит гражданка с гранатометом. Там же Рязань заказала. Нельзя не отметить, пожалуй, главного. Оценивая творчество чиновников, принимая решения, в Доме Советов, очевидно, совсем забыли о работе самого министерства, о громких уголовных делах и о сомнительных проектах, как, например, «Миллион деревьев». Здесь итоги при увольнении, скорее всего, даже не подводили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова